На этом участке Сергей Терещенко выращивает 3000 берез для озеленения улиц. Питомник он основал 4 года назад при финансовой поддержке государства. Мужчина признается, что уже второй год терпит убытки из-за нехватки поливной воды. Молодые саженцы высыхают. У нас уже процентов 25 засохло, пропало. Мы нанимаем водовозы, платим деньги свои, уже денег нет. И поливаем. Где-то 2,5 миллиона мы уже убытков понесли. А в жилом массиве Мартубей с дефицитом воды живут уже 10 лет, жалуются владельцы крестьянских хозяйств. Аксакалы вспоминают, как на местных полях тоннами выращивали овощи и фрукты. Когда начались перебои с водоснабжением, многие мартабинцы потеряли урожай. Местные активисты считают, что дефицит воды в районе создают искусственно. Просто анархия идет. Беспорядок. Есть у депутата земли 500 гектаров, есть у бывшего начальника милиции. Эти кланы засели и воду не пропускают. Этот начальник водоснабжения всегда пьяный сидит. Друг районного водоснабжения, его одноклассник, он не дает. А городскому нашему акимату это вообще по барабану. Похоже, что и в этом сезоне на йоге страны дефицита воды не избежать. Об этом предупреждают специалисты КАЗ Гидромет. По их данным, осадков в этом году в регионе выпало на 16 процентов меньше по сравнению со средними многолетними данными. В горах значительно сократились запасы снега и на стратегических водохранилищах наполняемость в этом сезоне ниже. Каскад наш Чардаринский на сегодняшний день наполнен на 71 процентов. По сравнению с прошлым годом на эту дату было 76 процентов. В прошлый год, допустим, воды было мало. Возможно, в этом году ситуация не лучше. Между тем, власти Туркестанской области призывают аграриев рационально использовать водные ресурсы. Советуют в грядущем сезоне выращивать те культуры, которые потребляют меньше воды. В целях экономии влаги рекомендуют также отказаться от посева риса и переходить на оросительную систему. Анастасия Новикова, Абдул Горобеков, информационная служба телекомпании «ЮТРАР».